Я сейчас хочу с вами немножко поболтать и выразить огромную благодарность за поддержку, за такие теплые комментарии, пожелания. Друзья, вы столько мне пишите и в комментариях на YouTube, и в Instagram, и в личку касательно поздравлений с нашим окончанием ремонта. Я столько от вас получаю позитива, ценных советов, всего, что... Мало того, у нас такие эмоции приятно связаны, вот сейчас все с окончанием ремонта, надо переезжать, обустройство, так еще и вы меня поддерживаете. Это колоссальная поддержка, спасибо вам огромное, мне так, знаете, хочется с вами этим поделиться, не знаю даже как. Вот, еще хочу спасибо вам выразить за участие в моем, ну не конкурсе, я разыгрывала, не разыгрывала, хочу кого-то порадовать подарком, я делала даже отдельный ролик. Честно, я не ожидала, что будет столько желающих, что вы мне напишите такие яркие, не знаю, настолько душевные комментарии, сообщения, и кто-то даже в личку писал. Я растерялась, потому что обычно у меня как-то, знаете, там 300-400 человек желают что-то там, какой-то подарок получить, но здесь столько комментариев, столько желающих. И у меня коробочка одна, и мне это еще сложнее будет выбирать. Конечно, я воспользуюсь программой, рандомайзером, но, понимаете, мне хочется всех порадовать, а коробочка всего одна. Я вот сейчас думаю, что, ну видите, я не ожидала, что будет такой отклик, и надо было по-хорошему, может быть, не знаю, две коробочки сделать, или какие-то утешительные такие подарочки от меня. Но сейчас такой момент, когда мы переезжаем столько финансовых трат, я просто физически не могу позволить себе еще собрать подарки. Плюс мне же еще и отправлять придется, это тоже денег стоит. Друзья, я прям, знаете, мне до слез, так хочется максимальное количество человек порадовать, а у меня только одна, эта коробочка. Так что, друзья, я уж не знаю, как я буду выбирать, наверное, спасибо. Спасибо огромное, что вы есть у меня. Я не могу пройти это мимо, мне недостаточно просто поставить вам лайк, там, ответить. Настолько мне это кайфово, я вот выношу это в своем ролике. Спасибо вам огромное. Что касательно переезда, повалились вопросы, что там с уборкой, с переездом, все, что получится, буду снимать, уборка после ремонта, обустройство, переезд, сбор вещей, и вот все, что с этим связано. Значит, переезд у нас будет в конце апреля. Во-первых, у нас аренда, то есть мы заплатили вот здесь на съеме до конца апреля, у нас все оплачено, но нет смысла раньше съезжать. Плюс у нас закончился ремонт, но квартира не готова для переезда, ее надо помыть, почистить окна, там, все. И, конечно же, вещи перевезти. Плюс мы ждем все-таки дверей межкомнатных, что они успеют прийти до нашего переезда. Переезжать мы в любом случае будем в конце апреля. Придут двери, не придут, но надеемся, что придут. Хотя бы с дверями переезжать. Вот кухню мы не успеем дождаться, она будет, скорее всего, в середине мая. Стулья, стол, кухня, все это будет там уж в мае, поэтому уже будем без кухни жить. Я пока не представляю. Девочки, не знаю, интересен вам такой фрагмент или нет. Хочу поделиться. Вот сейчас потихоньку складываю вещи. Что касательно вот таких вещей, мы решили на машине их перевозить, поэтому я их, видите, по органайзерам, ну и там какие-то вещи в пакет или в сумку дорожную упакую. Мы на машине отвезем, выгрузим, привезем, дальше упакуем. То есть, скорее всего, вот частично какую-то одежду именно на машине перевезем. Так проще будет. И, несмотря на то, что вещи сейчас собираю, все-таки у меня здесь порядок сохраняется. Выручают органайзеры, они же у нас будут в гардеробной, ну, временно, на первое время. Вообще, сейчас уже в Икее прикидываю органайзеры, какие хочу закупить, ну, чтобы потом все это в одинаковом стиле сделать. Вот эти нравятся, с окошками их, видите, таскать можно. Это у меня домашняя одежда лежит вот таким образом. А вот эти органайзеры уже забиты, готовы к переезду. Я их, ну, единственное, перехвачу чем-то, чтобы их... А может, и прямо руками вот так вот в машину багажник загрузил, потом выгрузил. Тут у меня уже готов органайзер, вот тоже упакованный. Здесь у меня домашняя одежда. Здесь оставила вот буквально раз, два, три, четыре свитера, чтобы, ну, вот носить сейчас на разную погоду. И там тоже оставила буквально такие вещи, которых мне хватит на ближайшие две-три недели. Остальное все упакую. Так, вот у нас готово к выгрузке, к переезду. И здесь у нас копятся коробки, складируются. Видите, уже упаковала все. Ну, потому что здесь дырочки, пыль будет залетать, пока оно стоит. А так... Ну, и плюс у нас тут крышка сломана. Короче, упаковала уже для переезда. Вот, упаковала, скотчем заклеила. Это у нас форт. Ну, в общем, тут все стоит. Там на балконе постепенно разгружают. Там, кстати, упаковочная... А, вот, я сейчас вам покажу. Вот тут холодно. Я проветривала и не закрыла. Вот у меня... Моя упаковка коробок ждет своего часа. Вот, буду на днях сейчас доставать. И уже будем грузить в эти коробки. Вот одна пачка, там другая. Вот тоже насобирала все это пустые коробки. Тоже для упаковки всего. Тут эхо уже такое. Диванчик, это не наш, он тут остается. Вот, вот это, кстати, вещи мужа. Тут всякие инструменты. В общем, всякие его штуки, дрюки. Тоже ему предлагаю сделать какие-нибудь красивые, одинаковые коробочки. Тут что-то как-то все... Ну, вот это, кстати, это память. Не знаю, что вам напоминает. Вообще, это старый патефон. Ну, коробочка. А у мужа здесь инструменты хранят. Мы купили смеситель для кухни на Алиэкспресс. Вот бы не подумала, что будем там его покупать. В своих сторис в Инстаграм я выкладывала наш поход в магазины. Мы там как раз выбирали, смотрели мойки, смесители. И кто за мной следит в Инстаграм, видели цены на те самые смесители. Это примерно 10-12 тысяч. Мы смотрели, чтобы был с питьевой водой 2 в 1. Так вот, после этих сторис, некоторые девочки мне написали, что это дорого. На Али есть такие же и гораздо дешевле. Я воспользовалась ссылкой, которую мне присылали. И да, слушайте, спасибо еще раз. В общем, взяли за 3 тысячи смеситель такой, который у нас, ну, практически такой же у нас стоит десятку. Ну, только может быть там бренд, естественно, какой-то другой. Но по ощущениям, по качеству не отличить. Единственное, мы поменяем шланг, который шел в комплекте. Но он стоит недорого. Два рычажка на воду и на фильтрованную воду. Здесь, получается, два отверстия, что я его достать не могу. Да, по серединке и по краям. Видите, как упаковано хорошо все, удобненько. Так что, да, еще раз, девочки, спасибо огромное, что поделились ссылкой. Девочки не просто поделились ссылкой, они мне присылали в Инстаграм фотографии своих смесителей, купленных на Алиэкспресс. И, собственно говоря, конечно, мне это очень помогло решиться вот на такую покупку. Такие вещи на Али мы еще не покупали, но вот теперь довольны. Надеюсь, работать будет исправно. Проверю. Сейчас буду готовить котлеты вкусные, простые, на скорую руку. Фарш куриный, готовый, купила. Купила вот такие панировочные сухари. Они дешевле, чем в фирменной какой-то упаковке, но они зато, тут срок годности всего 30 дней у них. Вот как раз буду котлеты обваливать в этих сухарях. Добавляю, девочки, сейчас покажу вам. Рекомендую, у кого еще нет, чеснок, приправа Найхер покупала. Чеснок. Обалденно. И аромат приятный, и вкусно, и очень удобно пользоваться. Не надо тебе чистить, не надо тебе нарезать. Покрошила. То есть, ну да, приправила и все. Супер. Я сейчас запускаю стирку. И смотрите, может быть, тоже кому-то идея. Вот купила в Фаберлик такой мешочек. Но это не обязательно Фаберлик. В любом хозяйственном магазине, торговом центре продаются такие мешочки. И я в нем стираю в том числе вот какие-то ночнушки, такие сорочки красивые, нежные, там легкие, тоненькие. Сейчас у меня на повестке дня посылка идет, ух, для квартиры. Там несколько экземпляров, ну для декора в частности. И кое-что из обуви на лето, одежда для мальчишек. Я посотрудничала с магазином Ля Ри Дуд. Но я думаю, про Ля Ри Дуд магазин знают все. И многие блогеры уже показывали обзоры. И в целом, я знаю, мои знакомые там покупают вещи. Ну, слушайте, касательно вещей, они там классные. Реально классные. Что там может быть завышена цена. Но там есть распродажи. На них можно вот находить, хотя бы этим пользоваться. Я уже сама там посматривала на кое-какие предметы. Но думала, нет, мы сейчас это купить не можем. Мы купим чуть позже. Уже переедем, будем обустраиваться. А тут они мне предлагают. Конечно, я соглашусь. Подобрала некоторые экземпляры. Уже когда это придет, я сниму распаковку, попримеряю, покажу. И потом, после видеораспаковки, уже когда мы обживемся, я эти вещи, предметы покажу вам уже конкретно в интерьере. Как я их приспособила, для чего я их, собственно говоря, заказывала. Так что да, будет вот такая посылочка. Очень ее жду, потому что там еще обувь на лето. Там такие классные, классные босоножки. Просто девчонки, классные босоножки. Единственное, держу пальчики, хоть бы мне по размеру подошло. Наш проект, который нам дизайнер делала, по сути, у нас единственная вот эта спальня будет совпадать. Ну, потому что фреску именно эту картинку заказали. Ну, мебель только будет другая. И мебель будет не сразу другая, а потом, потом, потом. Пока мы вот с вот этой кроватью переедем. Единственное, я заказала на Аля Редут красивое, большое покрывало, которое вот-вот не будет мне показывать простынку. Так, там вещи лежат. Простынь. А закроет все со всех сторон, и оно будет красивое такое, ну, короче, классное. Так, что у нас еще касательно проекта? Здесь у нас кухня. Вообще, пьюм-пюм, перечеркиваем. Практически ничего, вот только короб этот остается. А так все мы, все не так будет абсолютно. Вот придерживались проекта в нашей прихожей. То есть у нас будет примерно такая прихожая. Там немножечко, немножко будет по-другому конфигурация. Но цвет нам, нам очень понравилось. Вот этот цвет. Мы похожий подобрали все-таки. А вот эти вот у нас оттенки здесь сероватые. Мы белый делаем. Белый и синий. Плюс сиреневый оттенок стен. Вот здесь у нас больше лиловый. Мы все-таки выбрали, ну, такой... Здесь он какой-то прям совсем такой, знаете, не знаю, розовый больше, наверное. А мы выбрали сиреневый похолоднее, как-то посветлее, что ли. Ну, в общем, нам нравится, как мы выбрали. Нам как-то он лег больше. Да, и вот этот шкаф также мы заказываем. Тоже синий, только здесь белый. И вот абсолютно один в один, но только ручки, конечно, другие. А, и видите, у нас по проекту вот здесь дверь идет в другую часть квартиры. Там у нас на одной стороне две комнаты, на другой комната и кухня. У нас здесь как бы дверь должна была. Мы ее не стали делать, и нам мастера посоветовали ее не делать. Это лишнее. И лишние деньги на саму дверь. И как бы это вообще непонятно. Дверь в маленький коридорчик, из которого две опять двери. Короче, это нам дизайнер рисовала, но мы отказались от этой двери. Так, ладно, а то я уже увлеклась. Я все-таки решила вам отдельное видео снять про недочеты. В целом, все остальное, ну, естественно, у нас пол не такой. Зеркало у нас здесь будет только не в черной оправе, а в белой оправе. Ну, вот как-то так. Да, кухня у нас не такая. И детская у нас совершенно не такая. А вот, да, у нас больше фотографий-то и нет. Да, видите. Мы, кстати, отказались от идеи зеркал на стене, но лишь по той причине, что изначально у нас должны были фоновые быть обои. А поскольку мы все переиграли, у нас обои идут как под венецианскую, ну, типа венецианская штукатурка. То есть они достаточно такие активные или как более так преподнести их. Короче, зеркало там будет уже не очень смотреться, не подойдет. Даже, наверное, картина не подойдет. В общем, это мы уже решим в процессе жизни. Так, это у нас ребенок, видите, поиграл с нашим проектом, порвал нам здесь картинки. Но мы их на память оставим. В общем, да, я потом пройдусь отдельно по каждым пунктам. Покажу картинку до то, что дизайнер придумал, и картинку на выходе то, что получилось, то, что придумали мы. Точнее, что мы переделали. Пока у нас прихожая изготавливается, я вам покажу вот схематичный план. Не знаю, будет это интересно в таком виде, но постараюсь быстренько. Если помните, по проекту у нас прихожая, и шкаф в углу будет стоять. То есть, в этой прихожей у нас вот крючки отдельные будут вешаться вещи. Пришел, повесил. Здесь обувь, тут ящики для мелочевки, антресоли. И здесь такой шкафчик, видите, внутренние такие полки. Они маленькие, там у нас глубина всего, сколько она, по-моему, 40 сантиметров, что-то типа того. И поэтому много сюда не вместить. Тут у нас будут сумки, рюкзаки. Рюкзаков, сумок у нас много. Видите, что происходит? Каждый раз раскладывать это все не вариант. Объясню почему. Например, взять только Сережу. У него два рюкзака. Укомплектованный один школьный, второй для тренировки. С одним рюкзаком это очень сложно. Вот у кого дети занимаются спортом, ну там, он на кружки ходит. И в школу, скорее всего, у вас тоже что-то вот так, две каких-то сумки или рюкзаки. Сумка стоит на тренировку, это Андрюшинов бассейн. Тут много чего для плавания. Тут каким-то пакетом не обойтись. Вообще с пакетами дети на тренировки не ходят. Только вот рюкзаки или сумки спортивные. Когда Андрей пойдет в школу, у него помимо сумки тоже добавится школьный рюкзак. У меня рюкзак. Сумка иногда их чередую. Тут еще лежит рюкзачок, такой маленький сумка. Это спортивная форма для уроков физкультуры в школе у Сережи. Соответственно, у Андрея добавится еще и такой мешок. У Миши тоже два рюкзака. Один в спортзал укомплектован, второй рюкзак у него рабочий, с которым он ездит. Он там все свои приспособления, макбук носит. Ну, короче, ему так удобнее. Плюс у меня есть примерно такая сумка спортивная, тоже укомплектованная. Ну, просто сейчас в связи с ситуацией я не хожу на спортзал. Она убрана. Но в целом ее тоже где-то надо хранить. Ладно, если еще свою сумку я могу в гардеробную закинуть, то вот эти вот дети со своими рюкзаками, ну, такой рюкзак, такой рюкзак в комнате не будешь хранить по одной причине, что они их кидают везде. Ну, это дети. Опять-таки, у кого дети, вы прекрасно понимаете, что они эти рюкзаки и на асфальт кидают, и что они с ними только не делают. Они вечно какие-то грязные. И видите, когда это все вот так стоит, ну, выглядит это бардачно. Хотя все вот стоит просто друг за дружкой. А в новой квартире хочется все это спрятать в пенал, в шкаф, чтобы было аккуратно. А здесь в шкафу, в углу у нас будет висеть вся верхняя одежда. Примерно такой нам шкаф нужен вот для одежды верхней. Здесь, правда, смесь и зимняя, и осенняя, и весенняя, и летняя. Я не убирала, потому что будем уже все складывать и перевозить. Конечно, в новой квартире, возможно, сезонную одежду я буду убирать в гардеробную. Но в любом случае остается, вот у меня, например, на весну одно пальто, ветровочка, коротенькая курточка, там, кардиган, пиджачок. У мужа тоже есть спортивное, там, куда-то гулять, может быть, с пацанами в мячик играть. Такой более-менее пуховичок там. Тоже у него два кожаных пиджака. То есть, вот, как бы на один сезон их несколько. Чтобы все это не развешивать на крючки, убираться это должно в шкаф. А уже непосредственно на крючках висит то, в чем вот ты вот прямо на сегодня ходишь. Плюс здесь будет штанга для брюк, и здесь будут висеть школьная форма. Например, Сережа в форму пришел, там, пиджак чистый еще, брюки чистые, но уже в шкаф с чистыми вещами это не повесишь, так как в школе где они там обтираются, непонятно, а одежда в шкафу чистая. А вот в коридоре, вот на такую штангу повесить на плечике как раз-таки пиджак, ну, свою форму, это самое удобное. Мы такое практикуем здесь на съемной квартире. Здесь как раз в коридоре, в прихожке у нас штанга внизу, и как раз Сережа вешает свои вот костюмы здесь. Плюс тут еще получится полочка антресольная, вот тут нам сделал полочку, там что-то положить, и внизу можно какие-то коробки с обувью поставить. Вот как-то так. Все у нас просто, и у нас два цвета будет у шкафов. Такой, я даже не знаю, как он правильно называется, не синий, а сине-зеленый оттенок. В общем, я не знаю, как он правильно называется. Потом посмотрите, мы его подбирали под наш цвет лаванды стен. В общем, что говорю. Ладно, все, не буду вас мучить вот этой схемой черно-белой непонятной. Потом, когда все это поставится, все будет понятно. Вот наша гардеробная, схематично. Тут кроме гардеробной, мы еще заказывали шкафчик с зеркалом в маленький санузел. Помните, я в рум-туре вам оговорила? Он у нас получился именно по нашим размерам. Такие полочки, как нам надо, с зеркалом. И при этом дешевле, чем готовая продается в магазине. Вот гардеробная. Наверное, я не буду вам рассказывать и объяснять, потому что я-то знаю, что да как, но на схему смотрю и понимаю, с какой же стороны подойти, чтобы рассказать. Наверное, ничего не понятно. Поэтому примерно вот так входишь, будут ящики, будут открытые полочки, а с двух сторон там, видите, у нас какие полки закругленные. Ну, чтобы максимально использовать угол, потому что иногда по проектам углы именно в гардеробных остаются вообще неудел. Чтобы этого не получилось, мы вот такое все это придумали. Долго мы думали над проектом гардеробной, но все-таки придумали. С мебельщиком, вдвоем с Мишей, крутили, чертили, несколько раз перечерчивали. В общем, девочки, скоро-скоро, очень надеюсь, скорее бы там все разложить, расставить. И видите, мы изначально хотели в потолок, но нас отговорил мебельщик, сказал, это дороже вам обойдется, смысла нет. У нас получается здесь как бы такая полочка верхняя и до потолка еще 40 сантиметров. И он говорит, вы здесь можете поставить органайзеры там какие-то, я не знаю, что там у вас будет, елка там, что-то вы захотите хранить. Проще поставить в чем-то как-то, чем делать отдельные полки и платить за это еще как за целый лист ДСП. Да, у нас здесь гардеробная из ДСП. Я сейчас смотрю статистику по своей рекламе, которая на Ютубе крутится, за которую, собственно говоря, блогеры-то и получают деньги. И я смотрю, что в последнее время, последние два месяца у меня уменьшились просмотры, но у меня увеличились просмотры рекламы. То есть вы стараетесь, вы ее не прокручиваете, вы ее даже кликаете, смотрите. Огромное вам спасибо, потому что да, это и есть мой тот самый доход. И именно благодаря вам я его получаю. Так что да, спасибо девочке большое, мальчики. Я не знаю, кто смотрит эту рекламу. Очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова